Сегодня мощи святой Матроны Московской доставили из Зеленодольска в Казань. Правда, ненадолго. Святыню привезли специально в Республиканскую клиническую больницу, чтобы пациенты, которые из-за своей болезни не могут свободно передвигаться, обрели возможность приложиться к мощам и попросить помощи. В молельной комнате РКБ отслужили специальный молебен. Обо всем подробнее Эльвира Шарафеева. Такого скопления людей в белых халатах в молельной комнате, наверное, не было с самого ее открытия. Просить здоровья к мощам святой старицы Матроны Московской шли не только пациенты, но и те, кто их лечит. Люди верят, что все перед святыней равны, и всем нужна ее помощь. Здоровье, дети, глупополучие уж. Самое главное, чтобы было здоровье. Я захотел приложиться к Матроне Московской, попросить у нее здоровья, всего, чтобы все было хорошо. Нина Владимировна пришла в молельную комнату в сопровождении медсестры. Она страдает болезнью Паркинсона. Но сегодня женщина просит помощи Матроны не за себя, а за сына. Попросить Матрону поселить моего сына. За то время, пока мощи находились в больнице, здесь побывали десятки людей. Некоторые прикладываются к Матроне не в первый раз. Говорят, она действительно помогает. Мы пришли попросить помощи о выздоровлении ребенка, моего сына реязвим, чтобы он выстрелил, вылечился, встал на ноги. Службу проходили полтора часа. Все это время здесь раздавали освещенные лепестки роз. Говорят, они обладают целебным свойством. Если положить сушеные лепестки в чай, то еду отступит. Лучше, если их высушить и положить в тряпичный мешочек и класть под подушечку, для того, чтобы дети спали хорошо. То же так же, чтобы они отгоняли душевные недуги, телесные недуги. И так как они освещены, то Матушка Матронушка присутствует всегда и всегда с нами и помогает людям. Сегодня молебен состоялся очень хорошо. Было много народу, были и сотрудники Республиканской клинической больницы, были и пациенты, были люди, которые проходят здесь лечение. Сейчас мы дальше направляемся, есть желающие приложиться к святым мощам в перинатальном центре на территории РКБ. Дальше мы пойдем уже в ДРКБ, в детское онкологическое отделение, чтобы мамочки с детьми приложились к святым мощам. Сегодня же мощи вернутся обратно в Зеленодольск и пробудут там до 25 августа. Эльвира Шарафиева, Игорь Незамуддинова и Дмитрий Рыженко. Телеканал Эфир.